Друзья, всем привет! Мы сейчас хотим вас пригласить в увлекательное путешествие под названием «Послушная собака». Мы с тобой не здоровались, Жека. Привет. Да, привет. Мы не здоровались, мы встретились в машине и вот вернулись. А Жене воспитывали собаку сколько лет назад? Четыре? Ну, четыре уже с детства, чуть больше. Четыре года назад мы воспитывали собаку. У нас уже много… Четыре года подряд. Четыре года подряд. У нас много инструкторов, которые уже прошли у нас курс обучения и воспитывают собак уже, тысячи собак уже проходят через нашу школу. Сейчас я хочу сделать выпуск от нуля и до «Послушной собаки». Мы дойдем до какого-то этапа, на том этапе, на котором Женя сам сможет уже обучать дальше. Ну, то есть просто практиковать те вещи, которые скажу. Я думаю, будет очень интересно, потому что я работал с Женей и он делает четко все поставленные задачи. Мы посмотрим, что получится у нас со щеночком с маленьким. А, ну да, это владелец Зевса, который постоянно в охране у нас участвует. То есть мы воспитываем новое поколение. Скажем, от «А» до «Я» будем делать крутого щенка. Значит, с чего мы начинаем обучение? Сразу же буду давать установку. Слушаешь. То есть уже чуть-чуть призабыл, можешь что-то честно призабыть? Да, 100% конечно. Уже те навыки, что были, чуть-чуть мог призабыть. Первое. Мы должны соблюдать ритуал. Ритуал – это то, где мы занимаемся, то, как мы занимаемся, как мы приезжаем на занятия. Собака должна понимать, мы едем заниматься – это круто, это классно. Собака должна понимать, занятие – это прикольно. И когда она приезжает сюда, она приезжает кайфовать, но у нее ни в коем случае нет того, что ей не нравится. Это первое. Второе. Мы должны быть подготовлены. Мясо, поводок, ошейник, одежда – все должно быть готово для того, чтобы получился очень крутой результат. Телефоны мы оставляем на подоконнике, мы не отвлекаемся. Собака находится в боксе, пока мы общаемся, она просто так не бегает. Когда ты зашел в собаку, я сказал тебе – заведи ее в бокс. Зачем мы это сделали? Собака начала ходить, обнюхивать территорию. Окей, она это может делать, но мы будем давать это делать подконтрольно. Сначала она ознакомится с территорией, а потом мы начнем заниматься. Есть такой момент, когда ты выходишь заниматься, допустим, в спортзал заходишь, ты вот там в спортзале уже говоришь – мы идем работать. И собака включается в работу, она знает, говорит – окей, после слов я иду работать, я концентрируюсь на тебе, мы работаем четко, я не отвлекаюсь, слушаю то, что ты мне говоришь, и выполняю все команды. То есть это определенные ритуалы, настройка собаки. То есть мы должны к этому приучать. Если ты выходишь на сдачу экзамена, если ты выходишь куда-то отработать, ты говоришь – вкл, и мы пошли. Выходишь – выкл, массажики поигрались. То есть у нас будет начало, это мы просто начинаем с какой-то игры, можем поиграться с собакой, сказать – тут прикольно, давай потусуемся. Сейчас будешь давать просто так кусочки мяса, я покажу, как это делать. И постепенно мы будем перетягивать собаку на то, что – а давай мы что-то поделаем, это же прикольно, это интересно. Ты помнишь тач, как делать? Да, конечно. Помнишь тач? Да. Я начну, и мы как бы вместе продолжим. То есть у нас тач состоит из многих элементов, которые нужно сложить связку. Это работа глазки, ты помнишь? Да. Работал дома с глазками или нет? С ней нет еще, но я пока что мы делаем так, чтобы она внимание включила, перед тем, как кушать, чтобы она села на меня. Сфокусировала. Да, и потом мы такие, она и лапу такая уже дает, но без команды. Все, хорошо, отлично. Значит, первое, с чего мы начнем, это команда глазки. Второе, это мы можем перейти уже к кому-то небольшому наведению. Радио, ты помнишь, как включать это? Давай, давай, молодец, хорошо, браво, круто, блин, приятно работать, классно. Смотрите, процедура будет чуть-чуть проще работать, когда человек понимает, что делать. Те, кто приезжают, новые, ну тогда сложно давалось, согласен? Да. Вот чуть-чуть непонятно, как все сделать. Смотрите, из-за того, что мы работаем по продвинутым технологиям, назовем так, которые прям, они, знаете, как вот прям надо под микроскопом рассматривать все команды и действия, чтобы все получилось. И если что-то идет не так, нам нужно из этой цепочки это выдалить. Все, приступаем от разговоров к делу. Сейчас выходит собака, она играется, она смотрит, я комментирую, вы смотрите за всеми движениями Жени, я делаю замечания, что как сделать, и мы делаем крутую, классную, послушную собаку. Так, собака идет знакомиться с территорией. Так, куда я пришла? Ну-ка, расскажите ко мне, куда я пришла? Идем, идем, посмотри, тут все понюхай. Сейчас возьми пару кусочков мяса в руку для того, чтобы собаке было интересно. И она искала не только, смотри, что сейчас происходит, сейчас ты делаешь активацию на себя, ты дай кусочек мяса, чтобы она сконцентрировалась на тебе и думала про тебя. Чтобы она сейчас не пометила главную территорию. Ну, конечно, сейчас она... Эй, 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 эй. Просто дай кусочек ей. Кера. Скажи, кто сейчас ей интересней, ты или всякие запахи? Вот этот столбик, конечно. Конечно, там же пометили кобели. Смотри, дай, 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 дай кусок. Просто дай ей кусок. Голодная собака или кусок? Это да, голодная. Что-то у нас пошло не так, собака не голодная. Эй, а ну. Давай, давай, давай. Не-не-не, сейчас не трогай, она должна, она изучает сейчас территорию. Она сейчас изучает, вот так у нас начинается... Опа, это кто? Смотри, 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 в отражение смотрит. Скажи, ничего себе страшного. Чихать я там тебя хотела, да? Смотри, смотри, эта собака не дает мне такое. Ай, малый. Смотри, смотри, а ну-ка пойду познакомлюсь. Ну-ка, давай. Смотри, смотри, то, что ты сейчас делаешь, Жека, называется реактив. Ты, говорит, ту собаку покормил отражение пока. И не она хочет с тобой работать. Да. То есть вся беда в том, что работать с тем, с кем, кого придется упрашивать, очень сложно. Угу. Ты настроен на сто процентов, а собака настроена на десять. И вот я это называю, когда собака не готова к занятию, она говорит, ну ты клоун, поразвлекай меня. Да. Нужно сделать так, чтобы собака захотела работать. Закроем, может, ее снова. Ааа, такая вкуснятина. Я сам бы работал за такую еду. Собака уже, в принципе, чуть-чуть ознакомилась с территорией. Если она ознакомилась с территорией, следующий этап, который нужно сделать, дать площадь ознакомления меньше, значит, что мы должны сделать? На поводочек. Отлично. Следующий этап. Очень интересная собака, потому что те, которые включаются очень сразу, вы не видите, как все происходит. А тут собака пошла изучать территорию в 300 квадратных метров. А зачем нам, чтобы она изучала? Пускай изучит 2 квадратных метра. И мы приступим к занятиям. Потому что изучать она может до вечера, а время занятия у нас, к сожалению, ограничено. Все, держишь и стоишь на месте. Как только собака обратит внимание на тебя, даешь маркер «ЕС» и даешь еду. Ты помнишь, как давать еду? Смотри, еще одно. Давай, 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 давай. Как дается маркер, а ну давай. Смотри. Собака, когда обратит внимание, мы фиксируем ее, держим перед собой, вот так приблизительно, мы не даем куда-то заходить. Как только она сядет, мы должны сделать пищевую цепочку, зарядить собаку к действию. Она ходит, ходит, сейчас устанет такая, блин, что-то… Блин, и туда хочу, и туда хочу. Что-то мне не нравится. Ничего, ничего, такое бывает. Да, смотри, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот оно, вот оно, кусочек такой. Ты кушать будешь вообще-то? Ну, скажу же катакшу. Вообще ест очень с аппетитом всегда. Это… Значит, нужно понять, почему не ест. Может, не знаю, может жарко ей. Ну, не знаю. Вот интересно, ее может кто-то покормил просто? Нет, нет, сто процентов нет. Сто процентов не кормили. Ну, давай тогда сейчас переходим. Этап номер два. Собака не ест, значит, занятие. Я-то знаю, что надо делать, но нам нужно… Держи. Хопа, смотри, хопа, еда, вот она. Ну, давай пойдем, посмотришь. Пошли на себя посмотришь. Пошли. И что, и не так страшно, как казалось? Путь. Это всё,'s what?! Нужно нам это связать с прикольным занятием. Е-е-е-е-е… класс молодец брал бросающие все сейчас вот так и играйся молодец молодец ты молодец умница давай 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 молодец давай давай нет сильно маркером сейчас маркером молодец мы рассчитывали что мы сейчас поработаем от работаем кучу команд но такое бывает у нас не получится работать если у собаки нету мотивации что-то кушать скажем потреблять пищу и с этим намного сложнее работать но это будет хороший пример для тех кто нас сейчас смотрит те кто обращаются к нами говорят ой помогите мне нужны советы смотрите мы не можем всем отвечать в комментариях давать советы если вам нужна консультация можно заказать по телефону она платная если вам конкретно что-то нужно ищите в ю тубе во всех роликах можно найти свои ответы что пошло не так собака не работает за еду не хочет есть у нас очень мало инструментов получается чтобы работать с собакой у нас есть игра в игровой мотивации мы не можем включать послушку собака на мячик что делает перевозбуждается собака при виде игрушки начинает перевозбуждаться то есть ее драйв поднимается очень высоко заниматься можно технику отрабатывать это на мячике можно но собака перевозбужденная будет она хочет его ухватить понимаешь когда собака перевозбужденная она не думает головой то есть очень важно если кто-то говорит а я там на мячик обучаю обучайте на что хотите мы сейчас делаем это профессионально и я хочу чтобы мы сделали все так как нужно первая собака должна захотеть есть если пропустили утрешнее кормление утро значит придется пропустить следующий вечер до вечерний и тут покушает она пропустит только одно кормление на самом деле она не пропустила кормление а перенесли там грубо говоря 7 утра до там до 12 там до часу перенесли ее еду все нам нужно понимать что получился результат нужно собаку разогнать приучаешь ее кушать из рук та еда которая у тебя сейчас будет вот ты привозишь зевса кормишь отдельно а ее вообще отдельно находит голодная типа ищет еду а ее нету ты выходишь с ней гулять берешь вкусняшку с собой идешь и просто ее кормишь из рук она привыкает есть из рук она сейчас себя ведет как маугли она все изучает и ты сейчас не интересно заметил они с тобой пока я не взял какой-то реактив очень важно первое для того чтобы получился результат нам нужна собака которая очень сильно хочет кушать мы должны это наработать миска это для них сейчас как типа ресурс где не могут получить еду убираем ресурс ресурс ты кормишь только из рук еда только у тебя и игра игра и еда все чередуешь кормишь мы потом доходим к результату это будет следующее занятие мы попробуем как это получится сейчас мы еще поиграемся мы расставим точки над и что мы будем делать на следующее занятие мы подготовим уже не в кулечках еду спичат в специальном кошелечке это у нас скажем такой тест это еще не занятие это тест мы проводим анализ что нам нужно для того чтобы стать в строй и продолжение будет уже первое занятие сейчас просто тест потому что ну все бывает сейчас ну просто смысл ваших это когда нужно снять колесо с машины разобрать у нас нету баллонного ключа и мы сейчас будем ковыряться как-то снимает но это уже не тот процесс значит мы готовимся к следующему занятию но сейчас мы должны показать собачки то место где мы занимаемся оно самое прикольное самое крутое мы должны показать ты приезжаешь сюда тут классно постепенно мы прививаем хорошую эмоцию тут безопасно и когда собака будет работать в тепличных условиях это очень круто потому что нас никто не отвлекает сейчас только запахи отвлекают как только перестанут вот эти отвлечения работать собака включится в работу и отвлекали назови что отвлекала собаку когда вот она зашла из предметов вон этот столбик там понюхала зеркало свое изображение увидела все вот весь ковер да собака была не с нами вы должны понимать когда вы хотите хороший результат от собаки нужно в первую очередь научиться так чтобы собака думала что с вами интересно мне не нужна окружающая среда потому что как бы вы не готовили собаку если она попадет в какие-то не тепличные условия другие я называю это как генерализация навыка правильно это когда мы постепенно начинаем повышать уровень ее восприятия всего и послушания в какой-то среде то есть она должна понимать она придется еще раз зал а я знаю тут ходила ей запахи у это зеркало и отражение моё круто о мячике играюсь о еда есть давай покушаем то есть вот так должно а потом когда она научиться здесь выполнять свои команды хорошо четко там да мы перейдем где-то уже во двор без собак без раздражителей когда научиться слушаться ты уже можешь выйти с ней на улицу отработать какие-то навыки сейчас самое простое это без лишних нагрузок собаке показать что мы делаем вот такое занятие но прикольное бери наслаждайся вот так вот сейчас выходим еще раз на игру приучаем собаку к месту и дальше смотрим что у нас этого пусть а может начнет кушать побегает и начнет с детства я помню была похожая проблема и его тогда держала я 4 дня вообще без еды то есть мы убрали еду сейчас по-другому нужно разогнать то есть когда действительно собаку держим очень долго без еды но это не совсем правильно раньше мы практиковали такой метод когда своих собак можно где мячик сразу смотри уткнулась уткнулась носом частично и пытается информацию снимать носом главное чтоб по носу не попасть жака эмоции чуть-чуть тише чуть-чуть тише оба на молодец я думаю еще разочек и ай браво хвали супер собака а теперь возьми кусочек возьми кусочек держи да и скушать хорошая девочка умница скушала долго долго жует не очень голодная хорошо сегодня мы просто кормим то есть у нее я думаю знаете что произошло я думаю у собаки был небольшой стресс мы этого не видим но если мы попадаем в другой город я вам скажу мы себя чувствуем котенком ну каждый себя человек знаете такая котенок неуверенный который просто изучает территорию далее назовем маленький щеночек это нормально когда чуть-чуть уровень стресса повышается и нам не столько кушать хочется сколько понять где мы находимся что нам нужно делать вот это очень важно хорошо начала кушать собака это круто это первый шаг сейчас пока давай сейчас просто давай просто за то что собака что-то делает там просто не походи с ним отбегай и давай кусочек бери в руку кусочек отбегай давай кусок смотри сейчас уже когда даешь собаки еду перед тем давать давай маркер есть убираю в сторону резко руку хорошо хорошо и резко убираю в сторону маркер и резко сторону смотри его давай смотри не перебери руку давай даешь если я тут давай раз чтобы собака убежала за едой мы сейчас налаживаем работу пищевой цепочки скажу так это не я это придумал я тоже научился этому значит очень важно сделать правильно чтоб собака поняла как ей правильно добывать еду пищевая цепочка это выследил догнал задушил съел то есть нету в природе суицидных зайцев зайцы не бегают по полю не залетают льву в рот он должен охотиться догнать задушить съесть то же самое нужно сделать с этим мясом со в собаке она не просто падает с неба по ее желанию а нужно чуть-чуть пошевелиться для того чтобы заработать как потопал так полопал это важно да 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 отлично смотри ты заряжаешь ее на действия активнее становится чуть-чуть включается в работу уже хочет работать все забираю в сторону поднос не сует смотри ты сначала не оставляй ты даешь и забираешь сторону смотри как делаешь дай вот смотри из давай 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 супер молодец хорошо давай 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 молодец ты молодец хорошая собака умная а я думал занятие может не получится из-за того что собачка не пишет а ну сейчас давай а еще этот дядька мне давал кусочек да да давай отлично молодец молодец хорошая собака лапку дает научилась аккуратно не называли мы это команду пока не называем вырабатываем действие потом называю командой хорошо отлично молодец так давай же познакомишь нас ты говорил как собаку зовут так собаку зовут гера собственно потому что основной пес зевс а это его будущая невеста гера все же как боги да все по греческой мифологии все по греческой мифологии хорошая собака иди сюда иди сюда и сторону вот так молодец хорошо садилась вот то есть сейчас просто прикольное времяпровождение с элементами команд мне нужно будет доработать с тобой маркер чуть-чуть или призабыл ну короче мне надо чтобы ты сейчас чуть чуть четче его делал мы сейчас с тобой поработаем собаку вольер приходишь ко мне мы сейчас с тобой дорабатываем маркер обучение собаки это не просто как какую-то книжку написал переписал не получится это животное оно может себя вести всегда по-разному и зависеть от этого может все настроение владельца погода желание собаки работать и все 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 значит сейчас мы проработаем будет видно как мы будем работать мы вспоминаем как работать на радио это похвала Мы сейчас прорабатываем, сейчас нам нет, и хвалишь, как работаешь с собакой, как даёшь маркер, как отдаёшь еду, это главное. Значит, не забываем. Кусочки мяса, желательно, чтобы была курица или телятина, там уже сам владелец выбирает. Кусочки должны быть, в принципе, удобные, чтобы скармливать собаки. Даёшь собаке наведение и ведёшь её куда-то, у тебя должно быть начало упражнения, в принципе, и конец, но сейчас игра. Когда ты даёшь маркер, вот я, допустим, хочу дать тебе маркер, ты делаешь правильно, допустим, мы отработаем глазки, там, хорошо, молодец, браво, ес. Потом вылетает рука и вот сюда ухожу в сторону. Мне кажется, чуть-чуть задерживаешь как-то руку очень сильно. Ты даёшь и прям, знаешь, ещё пытаешься, типа, вот-вот-вот, ничего страшного. Я думаю, чтобы она понюхала и туплю. Ничего страшного. То есть то, что мы думаем, у собаки нужно включить вот эти все пищевые цепочки, инстинкт и всё нужно, чтобы проснулось. То есть собака-то видит еду, мы говорим, вот еда, а теперь прийди её забери. То есть сейчас на мне пробуешь, я стою, типа, выполняю хорошо, там, да, мы работаем глазки, когда хорошо, молодец, браво. Хорошо, молодец, браво, браво. Ошибка в чём была? Вспоминай. Ошибка, смотри, ес или ес. А, руку я дал, она свяжет это с рукой. Да, сейчас объясняю. Очень важно, смотрите, по маркеру, это мы говорим в профессиональном обучении. Если связать руку с маркером, то есть ес, ес, это неправильно, вот такой крестик надо поставить на экране, ес, это неправильно, правильно, это ес и вот так в сторону уйти, ес, вот так и в сторону уйти. Сначала мы говорим звук, потом действие. Нам нужно разделить маркер и движение, очень важно, потому что если мы будем говорить ес, а потом мы тянем руку без ес, она всё равно думает, что маркер это и есть движение руки. То есть очень важно. Первое, что мы делаем, учим собаку правильному маркеру. Ты помнишь, маркер это первичное подкрепление, мы его даём, когда собака выполнила задачу правильно, мы обозначаем это звонким сигналом ес, он обозначает, что вот этот джекпот, ты за это всегда получаешь еду. Если ты не выполнила правильно, маркера нету, и ты уже правильно говоришь, и нет, ты делаешь неправильно, нет, это негативный маркер. Мы потом про это поговорим сейчас, о позитиве. Каждый раз, когда мы даём маркер, даже когда собака ошиблась, мы что делаем? Всё равно отдаём еду. Всё равно отдаём еду. Чтобы она маркер всё равно... Да, то есть маркер это зарплата. Если мы говорим маркер это зарплата, если я тебе говорю сделай неправильно и даю всё равно зарплату, потому что я это попросил, это моя ошибка. То есть если собака делает ошибку, мы просто не подкрепляем. Но если мы подкрепили её ошибку, мы должны дать зарплату. Ну в общем всё запутано, но просьба несколько раз послушать, тогда будет понятно. Очень важно, маркер мы даем только тогда, когда все правильно сделано. Тогда будет все идеально. Собака не понимает, где серое, она понимает, где белое, где черное. Белое это да, молодец, ты все делаешь правильно. Черное это нет, неправильно, мы за это не даем еду. Вот это очень важно. Сейчас на мне отрабатываешь пару раз маркер. Сейчас мы отрабатываем команду глазки. Нужно смотреть в глазки и делать похвалу. Давай на камере покажу, как это делается. Я смотрю четко в глаза. Это глаза собаки. Вот я смотрю на вас и объясняю. То есть похвала должна выглядеть так. Для того, чтобы вы поняли, делаете вы правильно или нет, снимите себя на видео, посмотрите, как вы хвалите. В идеале это делать вот так. Смотрим. Ай, браво, молодец, супер собака. Ай, умничка, хорошо, молодец. Ес, даю маркер и ушел. Пробуем сделать, если негативный маркер включается, то как это делается. Сейчас я хвалю за правильное действие, собака смотрит мне в глаза. Я ее хвалю, говорю, молодец, супер собака. Ай, умничка, когда она отворачивается, говорю, э-э-э, да, супер, молодец. Ес, и даю маркер. Вот это очень важно. Как только собака убирает взгляд от вас, значит она делает неправильно. Мы включаем негативный маркер. Вот так вот. Так, ну что, поехали, пробуем, работаем. Давай. Ай, молодец, хорошая собака. Молодец, хорошая собака, молодец. Ес. Да, связал движение с маркером, но еще раз давай. Ай, хорошая собака, молодец. Руки на поясе держишь, держишь, фиксируйся. Молодец, ай, хорошо, браво, молодец. Ес. Да, хорошо, все равно дал, да, 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 ты должен был дать, да. Все, еще раз, я сейчас отвернусь, давай раньше. Молодец, а-а-а-а, молодец, хорошая собака, супер, ес. Да, супер, сейчас было хорошо, отлично. Значит, на простых примерах показали, что мы делаем, и ты сейчас вспомнил. Теперь, когда мы даем маркер, мы даем маркер, ес, раз, и в сторону отойти. Хорошо, даем маркер, смотри, ес, хоп, и в сторону отошли. Да, то есть должно быть желание охотиться за добычей. Ничего не дали. Ничего не дали. Так, 100 долларов, быстро дайди. Все, сейчас даем. Сейчас выходим и пробуем просто маркер отработать. Как приучают, ну, как бы на семинарах, когда мы были у немцев на семинаре, они чемпионы мира, они вначале приучают собаку просто к маркеру. Как приучить, чтобы собака не делала, куда бы она ни шла, мы даем просто маркер, и собака понимает, что маркер это прикольная штука. После него ты... Да, то есть она идет гулять, мы говорим, ес. Такая, за что получила еду, за то, что я куда-то и шла. Потом она там села, получила маркер еду, она такая, так, я что-то постоянно делаю, слышу какой-то звук и получаю еду. То есть что получается, этот звук прикольный, так, а как мне заработать этот звук? Потом будешь искать такое, что ж ты делал. А это мы уже сделаем более оперантным методом, будем работать, когда мы будем отбирать правильное поведение. Это мы отбираем то поведение, которое подходит нам, и за это даем вкусняшку. Только то, что нам нужно. Собака думает, что это она придумала, она такая прикольная. Все, поехали. Выводишь сейчас и подкрепляешь все действия собаки, чтобы она поняла, что она очень умная, она прикольная, она зарабатывает сама себе еду. То есть, в принципе, мы раскачались, мы идем заниматься, думали, что прекратим занятие уже через 15 минут, как минимум. Давай, давай, давай. Ес! В сторону, не зависает рука. Не обращай внимания на собаку, пускай подстраивается. Давай, давай, давай. Хорошая. Хорошая. Давай, давай, иди сюда, иди сюда. Гера, 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 Гера. Ес! Отлично. Чуть-чуть тише. Маркер звонкий, но чуть-чуть тише, если не испугаешь, то хорошо. Молодец, молодец. Все, смотри, что собака делает сейчас. Обратила внимание на тебя? Да. Маркер. Ес! Да, хоп. И сюда в сторону выводишь еще дальше, можешь смелее. Смотри, не думай про то, что собака типа не добежит или еще что-то. Ей должно быть прикольно и интересно. Она должна догнать. Если она бегает за взрослой собакой, ей прикольнее догонять. Это собака. Она всегда бежит за чем-то, за кем-то. Сделай, чтобы она побегала. Мясо еще есть? Есть, есть еще. Если нет, то вот тут есть еще дополнительно. Гера, Гера, Гера. Так, показать, какое мясо подготовлено. Ах, ты собака. Телятинка, смотрите, какая. Просто вот такая вот телятинка. Молодец, молодец. Ес! Давай, хоп. Давай, 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 уходишь еще дальше. Разгоняй. Чем дальше разгонишь, тем лучше собака будет заряженная. Молодец. Молодец. Пошла куда-то, а ты жди, 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 жди. Ничего, пускай идет, изучает. Почему она ходит по залу, вспоминай? Что-то думает, что ее и так, наверное, будет кормить. Да. И плюс думает, что, а, я тут сама. Она сейчас изучает все место, где она ходит. Если была привязь, то мы бы намного сэкономили больше времени. То есть сейчас собака занимается собой, уделяет себя время, потому что опять есть перехотела и думает, так, больно надо мне. Это кому надо. Она еще пить хочет из-за жиры, может быть. Сейчас мы наберем водички. О, шикарно. Давай. Ерочка, попей. Попей водичку, попей. Вот так. Я просто хотела пить, скажи, если вы не знали, я просто хотела попить чуть-чуть. Просто чуть-чуть хотела попить. Ера. Ес! Давай, давай, давай. Уходи, уходи, уходи. Давай, 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 давай. Все, отлично. Вы не должны забывать, что это маленький щенок. Он тоже устает. Смотрите, собака может бегать 2 часа и не устать, а поработать физически 10 минут и думать головой, и очень сильно устать, и после этого спать полдня. Какой возраст сейчас? Три месяца. Три месяца. Это, я называю, самый сок. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Молодец. Давай, давай, давай. Хорошая собака. Молодец. Молодец. Умница. Мы работаем на включение. Собака, когда подходит, садится перед владельцем, прямо занимает позицию. После этого она может получить маркер. Он говорит ей, да, это действие мне нравится, ты очень крутая, молодчинка. Иногда просто сейчас присядь, похвали ее, почухай во время занятия, чтобы это была не только процедура. Мы с тобой, мы с тобой, я тебе что-то даю, что-то за что-то, да, то есть стимул реакции, стимул реакции, стимул реакции. Ничего страшного, сразу от нее не требую, это первое занятие. Дай ей кусочек, присядь, почухай ее. Скажи, ты молодец моя, поиграйся с ней, хорошо, почухай. Смотри, собака такая, хорошая. Смотри, собака, если будет понимать, что это только почухай живот ей, хорошо, она должна побалдеть. Если она будет думать, что вот тут приходишь, отпахал за кусочек, то понимаешь, она будет ходить сюда не очень охотно. А когда тут будет массажик, игры, то есть она будет кайфовать, понимаешь, от процесса. Молодец, нашел это место. Да, да, давай, чухай, чухай, чухай. Хорошая, хорошая, ты молодец. Смотри, от того, как мы сейчас будем строить занятия, будет в дальнейшем выстраиваться твое правильное отношение к обучению. Когда собака от тебя ушла, смотри, мы сейчас лезем очень глубоко в голову. Если у нее нет пищевой мотивации, можем разогнать, я сейчас расскажу, как это делать и как ее заинтересовать, чтобы она хотела с тобой работать. Значит, собака уходит от тебя, внимание, уходит. Ты что делаешь? Говоришь, Гера, иди ко мне. Это было желание собаки подойти к тебе или ты реактивом, чем-то словами ее включаешь? Я привлекаю ее внимание. Ты привлекаешь внимание. То есть тебе в дальнейшем, чтобы собаку настроить на работу, нужно будет привлечь внимание. Когда я выстраивал со своей собакой работу, я говорю, ходишь где хочешь, но когда подходишь ко мне, получаются вкусняшки. Ты дома, собака ходит, себе тусит, берешь маленькую заградочку, она ходит, ты молчишь и хвалишь ее только тогда, когда она подходит к тебе сама и садится. Тем самым ты должен научить. Она подходит к тебе сама и говорит, давай поработаем, давай что-то поделаем. Потому что пока ты не скажешь, Гера, она считает, что до этого момента она себе что хочет, то и делает. Понимаешь, в чем фишка? Мы не включаем реактив от себя, а делаем собаку, чтобы ты стоишь, ждешь от нее действий. И получается, она думает, что она, когда захотела, с ней позанимаются. На самом деле ты выстроил зарплату и все так, что когда она подходит к тебе, потом зарплата начинается. А у тебя получается, сначала идет условный сигнал ей, ты говоришь, иди сюда, будем работать. Она хорошо разворачивается и идет. Я сейчас разжевываю для всех. Она подходит и потом начинает работать. То когда ты с ней выйдешь куда-то работать, она такая, так ты же меня не звал. Понимаешь, и она на уровне мысли уйдет от тебя и скажет, ну когда позовешь, тогда и будем работать. А ты представляешь, а нам надо там экзамен сдавать. Она привыкла, что без активации она не работает. А активировать должен ты ее командой. И она сама не предпринимает никаких действий, не навязывает. Говорит, ну ты же умный у меня, ты команду я буду делать. А наша задача ее научить любить работу с тобой и проявлять желание. Если у нее будет желание работать с тобой, это же круче, чем каждый раз говорить, иди поработать. Конечно. То есть наша задача научить ее активизировать. Вот так вот. А активизировать, это она должна сама захотеть. Все. То есть если ты будешь включать каждый раз реактив, Гера, иди ко мне, иди сюда, она подходит, то это ты сказал. Это ты умный, ты молодец, красавчик, возьми себе конфетку. Но это не желание собаки. Понимаешь, такая штука. То есть мы глубоко заходим. И потом, когда мы начнем отсюда с глубины, мы выстроим хороший фундамент. И когда мы поднимемся уже на уровень, когда мы можем с ней работать, то у нас не будет трабла, почему она ушла. Ну, она же пришла работать. Она подходит тебе и говорит, давай поработаем. Ты решила, давай, начинаем работать. Работаем. А если она, привет, привет, она такая, ну я пошла. И все. И тебе каждый раз ей надо сказать, слушай, ну иди поработай. Эй, подожди, иди. Да, ты ее уговариваешь, получается. Иди сюда поработать. То есть понимаешь, да? Наша задача первоначальная, как это добиться, как это сделать. Значит, секрет номер один. Миску мы прячем. Еда только из твоих рук. Все равно, что там даешь. Кашу, неважно, как она у вас ест. Мясо, корм. Все даешь из рук. Миска пропала. В ком начнется ценность? На мне. Да. То есть она пошла гулять, ты идешь в пульс. Она такая идет гулять, так, ладно, я пошла себе гулять. Походила, ничего не нашла. Куда приходит? К базе безопасности. Ты ее база безопасности. Тут еда. Она подходит, говорит, база безопасности. Хочу есть. Ты говоришь, молодец, держи. Ты знаешь, где еда. За месяц мы ее приучим не уходить от тебя, а идти с тобой. Говорит, с тобой прикольно, с тобой классно. Давай что-то поделаем, давай покушаем, давай поиграемся. Когда мы выйдем на этот уровень, мы очень быстро сможем строить всю цепочку правильную в послушании. Но сейчас у нас первое, это трюки, это игры, это элементы послушания, элементы назовем послушания, которые нам дадут рывок. Мы будем заниматься в зависимости от того, как у нас будет строиться взаимоотношение с собакой. Смотрите, по-нормальному, в идеале, это нужно заниматься минимум три раза в неделю. Но так как у Жени есть опыт, я думаю, что мы будем встречаться только по надобности. Это говорит, а как? Я тебе даю домашнее задание, пока оно не сделано, мы не переходим на следующий этап. Скажу зачем. Нет смысла платить деньги за занятия, если мы будем делать то, что ты можешь делать сам дома. И ты приходишь и говоришь, Сергей, мы отработали вот это, следующий этап, это мы переходим уже на следующий этап. Это справедливо, и я не хочу заниматься тем, что ты можешь и сам делать, у тебя уже есть опыт. Если ты что-то забываешь, ты говоришь, Серый, я там призабыл вот это, нам надо это проработать. Окей, мы сегодня поработали с маркером, это раз. Второе, включение, все правильно, все помнишь, все супер. Больше игры сейчас выпустить, поиграться, потусоваться с мячиком, попробовать покормить, и на этом, в принципе, закончится. Потому что первое, собака маленькая, дома с ней заниматься не больше 15 минут. Не больше. Тут тоже, ну просто мы утратим время на разговоры. То есть сейчас я дома, вот просто наши занятия с ней, это мы выходим, она пока обращает на меня внимание, я приучаю. Даешь еду, это на прогулке. Ты говоришь, мы сейчас идем в туалет, она пошла, свои базовые потребности закрыла, приходит, говорит, ну я все. Вот ты ес и даешь еду. Хвалишь за то, что подходит. Она должна понимать, каждый раз, когда она к тебе подошла, получила еду. Вот и все. Потом, когда она подходит, где-то еще пытается что-то навязывать, можешь работать наведением. Просто вниз, вверх, ложить вот так вот там, если хочешь жрать. Опустил ниже, она лягла. Пока без требований. Мы там посидеть, полежать, круги поводи. Помнишь, как крутись мы делали. То есть сейчас какие-то интересные штуки, больше мячиком играться, больше игры, какие-то, какие-то штуки вот такие простые. Сейчас мы делаем просто привлечение ее внимания и желания работы с тобой, плюс бонусы вкусняшки. Следующее, это уже те, мы будем работать над техникой. Сейчас мы работаем над состоянием. Смотрите, две важные вещи, когда-то я их не понимал. Есть техника, а есть состояние. Состояние, это то, как я выхожу работать. Это когда человек хочет идти на работу, знаешь, из него прям салюты летят. Он говорит, сейчас буду деньги зарабатывать. А когда человек не хочет, у него нету состояния в душе работать, то такой же будет и заработок. Понимаешь, да? Умеет-то он делать все хорошо, техника у него налажена, а внутреннего состояния нету. Сначала мы делаем состояние. Когда собака выходит, говорит, вау, круто, опять этот зал, давай с тобой поработаем, папа, давай, я готов, а ты готов. Такой, да, давай тусить, работать, понимаешь? А если она выходит вот такая, как побитая лошадь, ты понимаешь, да? Да. Такая и работа будет. Это домовой у нас тут. Вопросы, пожелания? Все понятно, предельно. У меня единственный есть еще вопрос такой. Сейчас мы уже гуляем вместе, выходим на прогулку. И вопрос такой родился сам собой. У меня две собаки. Зевс всегда ходит слева. Он знает уже это. Да. А ее как мне приучать? С правой стороны? Может, справа, может, слева. Потому что я так понимаю, что они бы начали конкурировать. Но я ее пока вожу справа. Сейчас смотрите, как сделаем. Это хороший вопрос. Есть такое понятие ле-пра. Ну, типа, ты можешь сказать лево, можешь сказать право. И приучить одну и вторую собаку. Это норматив. Мы тебе ставили как просто послушание у собаки. Это минимальная база расширенная. Мы сделали ее вначале. Смотри, нету требований жестких, если мы не готовим на какой-то чемпионат. Если готовим, там норматив. Ты для дома, по сути, для себя готовишь, но хочешь качественно обучить. Значит, мы готовим качественно, а в дальнейшем захочешь на норматив, на соревнования, еще что-то, можно все делать. Тебе никто не скажет, что ты сделал неправильно. То, как ты делаешь, делаешь правильно. С ошибкой тоже правильно. Но это ты так захотел. То есть ты отвечаешь за те действия, которые нам пишут, а можно я сам буду учить собаку охране или послушание? Я говорю, да, можно, но только спросите сами из себя. Ну, за то, что вы наделали. Вот и все. То есть у человека есть опыт уже больше четырех лет. Он все равно приходит и говорит, давай мы там... То есть мы сейчас базу настроим, а дальше ты можешь сам делать уже, когда проще пойдет. Я понимаю, просто цените эти занятия, потому что они будут самые дорогие. Сейчас пошло все не так, как хотелось бы. И на самом деле это круто, потому что можно показать, что... Что было, что не работает. Да, собака не работала. Ты пришел реально, вот скажи честно, ты расстроился, когда вот... Да, конечно. Сейчас начнется, сейчас... Позорище такое. Ты такой думаешь, блин, да? Чего приехал? Это самое обидное. Потому что я спрашивал, как поступают с теми людьми, которые приходят с накормленной собакой. Я спрашивал у чемпиона мира. Я говорю, как вы поступаете с теми людьми, которые приходят с накормленной собакой, там на каблуках, все. Она говорит, я беру кусочек еды, даю собаке. Если она не ест, я говорю, извините, занятие окончено, оплатите 50 долларов. Дайте. Он говорит, так, занятия не было. Она говорит, ну я же пришла заниматься. Говорит, я работаю с вашей, собака она не хочет. Собака не подготовлена к работе. Это не я виноват в этом, это вы. Материал, который вы мне принесли, он не работает. Наш менталитет, учитывая, я это понимаю, я думаю так, мы сейчас все будем... То есть, ну мы же... Понимаешь, у нас нет такого... Пришел, деньги заплатил, но пришел, надо отработать. Я думаю так, надо сразу варианты, я же на опыте еду. Мне надо понимать, что мы сейчас делаем, чтобы собаку зарядить. Первое, стресс. Я понимаю, я об этом не говорю, но говорю, давай поиграемся. Теперь это уже разбор полетов самого занятия. Стрессанула собачка, мы говорим, давай поиграемся. Начали играться, чуть отвлеклась. Начала потом есть. То есть, я говорил, нам важно состояние в средине. Когда у нас есть состояние, мы можем работать. А если вот такое состояние нестабильное, мы не можем. Если мы на мячике начнем работать, это нестабильное состояние, оно еще больше будет раздраженное. Когда мы берем мяско, когда собака хочет есть, мы добьемся результатов. Значит, сейчас только отработка желательно без Зевса. Зевс будет отвлекать 100%. Работаешь с собакой, достаточно 15 минут. Вышел погулять, скормил еду, снимаешь сториз, отмечаешь нас, и я тебе даю обратную связь. Вот это будет очень круто. Вот так я сейчас говорю всем, кто приходит. Вот это очень быстро коммуницируешь. Снял, вот так как есть. Не получается, снимаешь прям минуту, говоришь, блин, не получается. Сейчас это все отметил, нам прилетело. Я сразу так, Женя, то-то-то-то-то. И мы так быстро процесс наладим, а потом вызываю тебя на ковер сюда к нам, и мы отрабатываем какие-то навыки. Договорились? Есть. Так, хорошо, что все понимается с полуслова, потому что много чего было отработано. Друзья, это было первое занятие с маленькой собачкой Герой. Три месяца. Если интересно, как все происходит, вот вы напишите в комментариях, что вам понравилось. Работа владельца, работа собачки, работа инструктора. А с вами была школа для собак Дредд. Меня зовут Гилярный Сергей. Женя Перепелица. Да. Правильно? Ну, идем к послушной собаке. Она будет расти на ваших глазах. У нас будет классный результат. Я в этом уверен, по-другому быть не может. А вы можете параллельно, если у вас маленькая собачка, тоже готовить. Всего хорошего, друзья. До свидания. Не забывайте лайки, комментарии внизу. Все. Все, счастливо. Все.